Всем привет! С вами Beaver и настольные игры. И мы продолжаем наши игры рассказывать про настолки, которые играются с помощью обычных кубиков, ручки и листика бумаги, на котором напечатаны некоторые символы. Вот сегодня у нас на обзоре не одна, а целых две игры. Они очень похожи. Это первая и вторая часть одной и той же игры. Guns Chone Clever, либо же That's Too Clever. Это первая версия. Вторая у нас вот такой вот планшет, и это Twice As Clever. В общем, это все, опять же, бралось мною с сайта BoardGameGeek, с каких-то там скриншотов, я уже даже не помню, но это, по-моему, официально какая-то планшетка для распечатки, а это уже мною кастомизировалось немножко. По одной простой причине, потому что здесь требуется оранжевый кубик, а его у меня нет. Его будут заменять красный кубик. Вообще для игры у нас что потребуется? Да, в принципе, очень все просто. Все, что нужно, это кубики оранжевый, желтый, синий, зеленый, фиолетовый и белый. Вот шесть кубиков, которые нам потребуются для того, чтобы играть в эту игру. Игра довольно-таки смышленая, интересная и необычная. Кстати, приложение с этими играми, с первой и второй частью, можно найти как в App Store, так и в Android Play Market. Кстати, вторая часть, This is Too Clever, есть и взломанная. Так что, в принципе, любители пиратства, welcome, как говорится, я никого не агитирую, но есть такая возможность. Это я вам просто сообщаю как данность. Итак, как же происходит сама игра? Очень-очень просто. Всего у нас есть шесть раундов, за которые мы должны набрать наибольшее количество очков. У нас есть пять различных позиций, в которые мы должны вносить результаты, стараясь закрыть как можно больше ячеек в каждой из этих вот локаций. Это вот такая вот игра типа Quicks, где мы должны ставить крестики. То же самое, в принципе, и здесь мы должны выкидывать нужные результаты. Однако их здесь аж целых пять. Пять разных линий. Да, как же происходит сама игра? Очень все просто. И каждый игрок отвечает только за себя. Вот, ну, соответственно, играть можно сколько угодно количество игроков. Там какое-то прописано определенное количество, но я уже не помню, что сколько. У нас всего у игрока есть, получается, использование трех кубов в свой ход. Вот. То есть игрок кидает кубы. После этого он их должен разместить в порядке. В порядке цифр, которые выпали у него. Вот таким вот образом. После игрок может использовать кубы по цветам, соответственно, данным ячейкам. Ну, к примеру, желтый это пятерка, четыре это синий, зеленый, оранжевый это у меня красный, ну, фиолетовый. Белый куб, он джокерный. Его можно использовать абсолютно на любую ячейку. Однако, первый раунд начинается. Как только начинается первый раунд, мы закрываем здесь крестик, и мы получаем бонус. Первый бонус это переброс. Мы обводим кружком первую ячейку, и мы означаем то, что у нас есть один переброс. В игре уже, и мы можем перебросить любое количество кубов, которые мы захотим. Значит, как же закрываются сами планшеты? Очень все просто. Для того, чтобы закрыть желтый планшет, нужно использовать кубик с цифрами, которые написаны вот здесь. То есть, к примеру, если я использую пятерку, я смогу закрыть вот эту ячейку и вот эту, или вот эту ячейку. Одну из этих ячеек. Соответственно, как только соберется линия, тут есть стрелочки, по которым, в принципе, видно все. Как только линия будет закрыта, мы получаем тот бонус, который предписывает она. Соответственно, если мы закроем линию по желтому, к примеру, вот здесь, вот, мы получим 10 очков в конце игры. Если мы закроем здесь линию, это будет 14, здесь линию 16, здесь 20. Так мы получаем бонусы. Х на синим фоне обозначает, что мы можем закрыть любую ячейку на синим квадрате. Оранжевая четверка означает, что мы должны записать четверку в оранжевую секцию. Х на зеленом, соответственно, любую цифру на зеленом, ну, по порядку, соответственно. И вот такая вот интересная красная лисица, извините за качество печати. Ну, красная лисица обозначает дополнительные шестую ячейку, шестой, как бы, фактор по счету очков. О нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну, и последний бонус, который мы можем получить, это плюс 1. Это дополнительный куб, который тоже мы можем активировать. Чуть попозже я о нем расскажу. Давайте сейчас пройдемся по всем позициям, а потом я расскажу, как сама игра уже играется. Синее. Здесь используются комбинации синего и белого куба. Причем, если мы берем белый куб, используемый для комбинации, мы просто учитываем синий и все. И, как бы, выкладываем и закрываем ту комбинацию, которая нам нужна. К примеру, двойка сейчас позволила бы закрыть шестерку по синему. То есть, вот здесь вот. Четверка то же самое бы дала, что и сейчас. То есть, мы закрываем какую-то комбинацию, точно так как по желтому, по стрелочкам мы получаем различные бонусы. Однако, очки мы получаем в зависимости от количества закрытых ячеек. Ячеек в данной секции. К примеру, одна ячейка даст одну очку, однако 10 ячеек 46 очков. Вот так. Дальше у нас есть зеленая. Зеленая позиция. Зеленый кубик дает возможность закрывать вот здесь вот наши ячейки. И здесь мы должны закрывать всегда слева направо. И здесь предписывается у нас, какая результат должен быть. То есть, на первой ячейку мы должны поставить результат больше единицы, на второй больше двух, на третьей больше трех, больше четырех, больше пяти, больше шести, больше пяти и заново один, два, три, четыре, пять, шесть. Как только мы закрываем ячейку, под которой находится бонус, мы сразу же получаем данный бонус себе и должны его как бы активировать. Либо же отметить, что мы его получаем. Те бонусы, которые нарисованы на каком-то фоне, то есть на синим, желтом, фиолетовом, они должны быть активированы сразу же, так же как и иксы. На черном же фоне бонусы отмечаются на вот этих вот треках, соответственно, и могут быть активированы позже, так же как и лисы, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже. Оранжевая также закрывается слева направо, однако сюда мы можем писать абсолютно любые цифры, какие нам вздумаются, то есть на красном кубе, какие нам захочется. Однако есть несколько ячей, которые удваивают, и есть ячейка, которая даже утраивает результат. То есть если мы напишем сюда какую-то цифру, к примеру, у нас будет тройка красная, то эта тройка станет шестеркой вот здесь вот, а здесь это будет целая девятка. Фиолетовым мы должны наоборот закрывать цифры слева направо, начиная от наименьшего и заканчивая наибольшим. То есть каждая последующая цифра должна быть больше предыдущей. Не больше или равна, а больше предыдущей. То есть это очень даже тяжело. То есть по факту здесь у нас 2, 4, 6, 8, 10, 11 ячеек, то есть с единицы до 12 мы должны дойти, чтобы получить полностью всю линию. Итак, как же происходит сама игра? Ну вот мы кинули, к примеру, наши кубы. После этого мы получили наш бонус переброса, да, так это первый раунд. И теперь мы можем выбрать любой куб. Хитрость в чем? Когда мы берем кубик с каким-то результатом, то все кубы, которые являются ниже него, уходят из игры в данном раунде. К примеру, если я сейчас возьму любую, ну вот эту синюю четверку, к примеру, да, и захочу закрыть шестерку вот здесь вот, потому что у нас идет она в комбинации. То все эти 4 куба уйдут из игры в данном раунде. И больше участвовать пока не будут. Четверка, так как используется, она уходит вот сюда, соответственно, кубок больше не будет. И если же мы берем один из совпадающих цветов, ну, к примеру, одну из троек, ну, к примеру, я захочу закрыть, я не знаю, 3 фиолетовая. Я беру тройку фиолетовую, закрываю ее, к примеру, вот здесь вот, пишу 3. И после этого кубы, которые имеют равный результат, остаются в игре, а те, которые имеют ниже результат, уходят из нее. Также вот сюда, фиолетовая троечка кладется вот сюда, отмечая, что это первый куб, который я использовал. После того, как я использовал один куб, и некоторые ушли вот сюда, возможно, никакие, игрок, снова берет остальные кубы и бросает их, выставляя их снова по старшинству. После этого опять активируется возможность использовать кубы. Ну, к примеру, в данном случае, к примеру, я, пожалуй, возьму и использую двойку зеленую. Двойка зеленая уходит одна, потому что двойка красная, она одинаковая по номиналу, а остальные кубы остаются, потому что они выше. И здесь я просто рисую крестик, как будто я закрыл эту ячейку. И три куба остальных кидаются, и у нас здесь 2, 2, 1. Итак, я могу закрыть один у нас, значит, на оранжевом, двойку на желтом и двойку на синем. Но это будет не двойка на синим, а четверка, так как с белым кубом у меня всегда идет активация, абсолютно всегда. То есть это будет либо четверка на синим, либо двойка на желтом. Ну, к примеру, я закрою двойку на желтом. Вот так вот. После этого три куба сюда ушли. Происходит следующее. Раунд на этом не завершается, потому что игрок получает еще один бонусный ход. Каким образом это происходит? Все кубы собираются, кидаются. Три самых старших уходят вот сюда. И они больше не используются. А три младших остаются внизу. И игрок еще и получает возможность использовать один из этих трех кубов, чтобы закрыть одну из позиций. Ну, к примеру, здесь я могу закрыть двойку зеленую. И здесь уже не имеет значения, уходят кубы или нет. Тут уже ничего не уходит. Просто игрок получает бонус для активации. После этого игрок собирает все кубы, закрывает вторую ячейку, вторая у нас здесь. И он получает бонус плюс один. Как раз пришло время поговорить о данном бонусе. Бонус плюс один дает следующее. Ну, к примеру, игрок кинул кубы. У него выпал некий результат. Он растаял их там по необходимости. Да, там вот так, вот так, вот так, вот так. Захотел, к примеру, активировать четыре фиолетовые. Четыре фиолетовые вот сюда убрал. Единицу убрал сюда, соответственно. Четверку записал. После этого, после броска, он получает возможность активировать плюс один. Что он дает? Он дает возможность активировать еще раз кубик, который уже у него был использован. Либо ушел в сброс, либо же уже был активирован в данном раунде. Он зачеркивает, соответственно, ну, четверка данная не очень удобный пример. Но, к примеру, он зачеркивает единицу. Вот здесь вот, да? Он использует ее. И хочет использовать эту единицу желтую, чтобы закрыть здесь клетку. Вот таким вот образом он активировал ее. Вот, соответственно, переброс работает очень просто. Мы кинули кубы, результаты нам не понравились. Мы используем переброс. Берем все кубы, которые мы кидали, и заново их бросаем. Также, дополнительно, как я уже говорил, есть еще и бонусы, которые здесь используются. Ну, к примеру, игрок закрывает, ну, вот так вот, эту линию. Соответственно, все кресты у него по линии уже закрыты, и он получает бонус 4 оранжевая. И, соответственно, сразу же он записывает ее, четверку, вот сюда. А если же мы получаем крестик, какой-то бонус с крестом, ну, к примеру, вот здесь вот мы закрыли 5-6. Синий крест. Здесь мы получаем синий крест. Синий крест обозначает, что мы можем закрыть абсолютно любую ячейку на данном поле. Ну, к примеру, мы закрываем 12 вот здесь вот. Игра на одного-двух игроков длится 6 раундов, на трех 5, ну, а на четырех всего 4 раунда. Каким образом, какие еще бонусы здесь есть? В четвертом раунде игрок получает либо закрыть любой результат, то есть X, а также получает бонус в закрытии шестерки на любом из треков. Однако шестерку можно закрыть только на зеленом, на оранжевом и на фиолетовом. А крестом можно закрыть только на желтом и на синим. Вот такие вот небольшие ограничения, которые даются в этой игре. Как только игра заканчивается, то есть все раунды пройдены, происходит финальный подсчет очков. Игроки подводят итоги того, что они заработали. Ну, к примеру, давайте мы закроем несколько здесь ячеек, да, в каждой из секций, чтобы немножко получить очков. Ну, к примеру, здесь мы закроем вот так, вот так, вот так, вот так, 5 здесь, здесь несколько, ну и здесь напишем там 8, 9, ну и достаточно. Ну и какая-то сумма у нас будет написана, ну, к примеру, у нас есть, да, желтый. Желтый мы здесь заработали, получается, 14 очков. В синем мы заработали 1, 2, 3, 4, 5. 5 это 11 очков. Здесь мы заработали, по зеленому мы заработали 10 очков. По оранжевому это, получается, 17 плюс 4, 21 очков. По фиолетовому это 11 плюс 7, это 18 очков. И сюда записывается, как бы, сумма этих всех. Однако есть еще дополнительная опция. Дополнительная опция заключается в наших лисах. Если же, если же нам удалось все-таки получить несколько лис, то они дают нам бонус умножение количества лис на самое наименьшее количество очков по одной из позиций, которые мы заработали. К примеру, если бы у нас было бы 2 лисенка, то 2 лисенка умножались бы на самую маленькую по количеству очков. Это вот эта вот позиция 11. То есть лисы бы нам принесли бы 22 очка. Если бы их было больше, соответственно, мы бы получили больше очков. Ну и, соответственно, происходит финальный подсчет очков. И тот, кто набрал наибольшее, и объявляется победителем. И, если я не ошибаюсь, в соло-партии для того, чтобы считаться, как бы, умным, нужно набрать 290 очков в данной версии игры. Ну что ж, очень интересная, очень классная игруха. Я в нее на телефоне играю, наверное, последний месяц без перестана. Она меня просто очень сильно затянула. И я прям в восторге от нее. Время убивает отлично. Да и заставляет мозги поработать немало. Постоянно пытаясь перебить свой предыдущий результат и добиться чего-то большего. Конечно, играть в большом количестве в нее нет смысла. Это больше игра, конечно, медитативная, скажем так, 1 на 1. Ну, можно играть, конечно, вдвоем, чисто в соперничестве. Ну, втроем-четвером это бессмысленно играть в эту игру. Честно, тяжело просто ждать своего хода очень долго. В ход противника ты, в принципе, ничего не делаешь, а продумывать какие-то стратегии здесь абсолютно негде. Итак, пожалуй, на этом мы закончим данное видео. Обзор второй версии Twice as Clever будет в следующем видео. Поэтому на этом все. Средите за новостями на канале. Если вам будет интересно продолжение, а там будет продолжение в новой версии, новые опции, новые возможности, новые стратегии и ряды. Это будет довольно-таки интересно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, оставляйте комментарии под видео. Ведь этим всем вы помогаете каналу в развитии. Любите настолки и играйте в них. Ну, а с вами был Beaver и канал Beaver Games. Еще услышимся. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok